Транспортная система Юницкого, ныне Skyway, представляет собой специальный автомобиль на стальных колесах, расположенный на подвесных рельсах-струнах, которые размещены на опорах. Если речь идет о пассажирском транспорте, то его название Юнибус. Если о грузовом – Юникар. Электрический рельсовый автомобиль – самое экономичное и безопасное транспортное средство из всех известных. Стыки в головке рельса обварены и сошлифованы. На пути нет зазоров и перепадов высот. Поэтому путевая структура получается идеально ровной. Высокая ровность и жесткость рельсово-струнной путевой структуры дает возможность развития скорости до 500 км в час. Струнный рельс Струнный рельс – это неразрезная по длине стальная, железобетонная или стали-железобетонная балка, оснащенная головкой рельса и дополнительно усиленно армированная предварительно натянутыми струнами до 500 тонн. Стоимость смонтированного рельса струны гораздо ниже стоимости смонтированного железнодорожного рельса. На рисунке единицей отмечена головка рельса. Под цифрой 2 – пучок стальных проволок. 3 – элемент крепления струны к корпусу рельса. Под цифрой 4 – наполнитель, специальный бетон. Под цифрой 5 – корпус рельса. Стоимость смонтированного рельса струны гораздо ниже стоимости смонтированного железнодорожного рельса. Виды SkyWay. Городской подвесной, городской навесной, грузовой навесной, грузовой подвесной, высокоскоростной, морской, девелоперские проекты. Городской SkyWay подразделяют на два вида – подвесной и навесной. Скорость до 150 км в час. Подвижной состав вмещает до 100 человек. Грузов до 10 тонн. Расстояние перевозки до 200 км. Объем скоростных городских перевозок. Пассажиров в час пик на одном транспортном плече до 25 тысяч человек. Грузов до 1 тысячи тонн в сутки. Стоимость городской скоростной трассы без учета стоимости подвижного состава, пассажирских станций и инфраструктуры – от 1,5 млн долларов за километр. Себестоимость городских скоростных перевозок в 2 раза ниже себестоимости перевозок подземным метро, в 3 раза трамваем, в 5 раз монорельсовой дорогой. Грузовой SkyWay предназначен для перевозки сыпучих промышленных грузов, штучных грузов, бытовых и промышленных отходов и прочее. Выделяют два вида грузовых SkyWay. Подвесной. Его скорость до 50 км в час. Грузоподъемность до 10 тысяч тонн. Расстояние перевозок до 2 тысяч километров. Объем до 250 млн тонн в год. Себестоимость грузовых перевозок в 2 раза ниже, чем себестоимость перевозок грузов на железной дороге. Навесной грузовой SkyWay развивает скорость до 120 км в час. Грузоподъемность до 20 тысяч тонн. Расстояние перевозок до 10 тысяч километров. Объем до 250 млн тонн в год. Себестоимость грузовых перевозок в 2 раза ниже, чем себестоимость перевозок грузов на железной дороге. Высокоскоростной SkyWay позволяет осуществлять перевозки людей и грузов между городами и регионами, странами и континентами. Скорость до 500 км в час. Вместимость состава. Пассажиров до 500 человек. Грузов до 100 тонн. Расстояние перевозок до 10 тысяч километров. Суточный объем пассажиров до 1 млн. Грузов до 100 тысяч тонн. Себестоимость высокоскоростных перевозок в 5 раз ниже себестоимости перевозок высокоскоростной железной дорогой, поездами на магнитной подушке или самолетом. Морской SkyWay предназначен для перевалки грузов с подвижного состава SkyWay в сухогрузы, в танкеры и контейнеровозы, а также для пересадки пассажиров с подвижного состава SkyWay в пассажирские суда. Порт размещается на шельфе в открытом море. Естественная глубина моря в порту 20-30 метров и более. Удаление порта от берега от 1 до 10 км и более в пределах территориальных вод и за их пределами. Годовой объем перевалки грузов до 250 млн. тонн. Количество транзитных пассажиров от 1 млн. человек. Девелоперские проекты Девелоперские проекты – это инновационные проекты строительных сооружений и их элементов, базирующиеся на использовании струнной транспортной системы, высотные здания с использованием вакуумного стекла, автомобильные, железнодорожные, пешеходные мосты и путепроводы, взлетно-посадочные полосы аэропортов. Внедрение Sky House позволит освоить свободные от застройки территории, близлежащие к существующим городам, комфортные для проживания, но труднодоступные – горы, тайга, джунгли, шельф, море, естественные и искусственные острова и другое. Появится возможность создания пешеходных поселений городского типа. Пешеходные поселения кластерного типа будут соединяться с существующими городами и друг с другом высотными трассами SkyWay. Поселение кластерного типа занимает 0,5-1 квадратный метр. Количество жителей – 5-10 тысяч человек. В центре кластера размещено многофункциональное торгово-развлекательное здание «Доминанта», совмещенное с высотной станцией SkyWay. Вокруг здания «Доминанты» размещена низкоэтажная жилая застройка. Единственный вид транспорта – скоростной, экологически чистый и безопасный SkyWay. Если говорить про аналоги рельса струны, то стоит заметить сходство конструкции с железобетонной предварительно натяженной балкой моста, которая содержит внутри жесткие элементы и напряженные стальные канаты. Эта балка заполнена цементом или смолой. Но главное отличие струнного рельса – проектирование его таким образом, что строительные провисы струны при пролетах в 20-50 метров составляют 10-100 миллиметров. Струна с таким провисом легко размещается внутри конструкции небольших поперечных размеров. И это обеспечит высокую ровность пути. Для изготовления рельса струны не требуются какие-то уникальные материалы. Используется сталь, высокопрочная стальная проволока и цементные растворы со связывающими добавками. Все эти материалы уже изготавливаются во многих странах. Чтобы рассчитать необходимое натяжение струны в конкретном случае, нужно учитывать конструктивные особенности корпуса рельса, длину пролета, массу юнибуса, расчетную скорость его движения и даже тип подвески. Поэтому проектирование струнной транспортной системы больше похоже на проектирование самолета, нежели на проектирование железной дороги. Но удивительно то, что документация на экспертизу струнной транспортной системы отправляется железнодорожникам. Они, в свою очередь, не найдя шпал и колесных пар, дают отрицательное заключение. Путевая структура спроектирована так, что при любых изменениях температуры происходит усиление натяжения струны. Именно поэтому конструкция всегда сохраняет устойчивость. Ширину колеи удерживает дополнительная противосходная система – боковые ролики, которые упираются в боковую поверхность рельса. Даже при ураганном боковом ветре юнибус продолжит движение по рельсам. В струнно-транспортной системе каждое колесо юнибуса имеет две реборды и независимую друг от друга подвеску. Поэтому на движение рельсового автомобиля не будет влиять незначительное изменение ширины колеи. В случае взрыва и повреждения путевой структуры длиной в 30 метров, вероятность аварийного состояния хотя бы одного юнибуса – один из ста. Дело в том, что расстояние между скоростными юнибусами более трех километров. Сход с пути возможен только в том случае, если путь будет оборван перед колесами. Иначе юнибус успеет выскочить из аварийного пролета. Другие автомобили останавливаются в аварийном режиме и направляются в обратную сторону, либо на встречную линию, которая переключается в режиме работы однопутной трассы. В струнной транспортной системе исключены работы, как на железных или автомобильных дорогах. Такие, как подбивка шпал, перетяжка рельсов, подсыпка размоин в насыпях, устранение колеи, колдобин, разделка температурных трещин и прочее. Толщина головки рельса струны рассчитана на весь срок эксплуатации путевой структуры. В отличие от других видов транспорта, Skyway предполагает значительное снижение затрат на строительство, снижение эксплуатационных издержек, снижение себестоимости перевозок пассажиров и грузов в три и более раз, щадящее освоение и заселение новых территорий в труднодоступных местах, повышение надежности и безопасности транспортной системы в любых природно-климатических условиях, совмещение путевой структуры и опор с воздушными и кабельными линиями электропередач и линиями связи, проводными, оптоволоконными, радиорелейными, сотовыми. Skyway может быть построена на любом рельефе. Именно поэтому трасса прокладывается по кратчайшему пути, по прямой. Но если это необходимо, то допускается кривизна как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскостях. При этом пассажиры не будут испытывать дискомфорт, так как рассчитывается максимально подходящий радиус кривизны трассы. Например, для скорости движения 500 км в час поворот будет протяженностью 20 км. На станциях, в терминалах, в депо будет минимальный радиус поворота 10 метров. Анкерные опоры устанавливаются каждые 2-3 км. Промежуточные опоры 25-300 метров. Опоры струнной транспортной системы не требуют большого расхода материала. Они выполняются из стали или железобетона. При движении юнибуса нагрузка на них минимальна. Высота опор рассчитывается так, чтобы под путевой структурой могли проходить животные, сельскохозяйственная техника, низкорослые деревья, автомобильные трассы и прочее. Оптимально от 5 до 20 метров. При самых неблагоприятных внешних воздействиях верх опоры смещается в пределах 1-5 мм, что исключает дискомфорт пассажиров. Даже если будут взорваны несколько опор подряд, это не выведет трассу из строя, так как путь непрерывен. За счет электронного управления юнибусы становятся сверхбезопасными, так как отсутствует человеческий фактор. Это очень важно при управлении высокоскоростным транспортным потоком с тысячами участников движения. Вся транспортная система организована таким образом, что каждый юнибус движется согласованно со всеми другими рельсовыми машинами, расстояние между ними неизменно, именно поэтому исключена вероятность столкновения. Движение в юнибусе беззвучное, без ощущения ударов колеса, его невозможно сдуть боковым ураганным ветром, он абсолютно безопасен. Если юнибус сломается, то через несколько минут его возьмет на буксир сзади идущий юнибус. Предусмотрен целый ряд мер по обеспечению безопасности в случае выхода из строя юнибуса. Кроме этого, для эвакуации пассажиров на землю все юнибусы снабжены специальными средствами – спасательными рукавами, складными гибкими лестницами и другими. Оптимальная вместимость высокоскоростного пассажирского юнибуса – до 50 сидящих мест. Каждый сможет иметь свой личный юнибус или пользоваться общественным. Большая площадь остекления, комфортное сидение, мягкий бархатный путь превратят обычную дорогу в наслаждение окружающей природой с высоты птичьего полета. Каждый юнибус будет снабжен системой кондиционирования воздуха, причем исходный воздух будет чист, так как будет забираться на высоте 5-10 метров и более. Пассажиру будет предоставлено многоканальное музыкальное и телевизионное вещание, междугородная телефонная связь и интернет, специальные услуги для бизнесменов, пассажиров с детьми и инвалидов. Магистральные юнибусы, даже самые маленькие, по габаритам превышающие микроавтобус, герметичны, будут оснащены системой вакуумных или химических туалетов, исключающих сброс на путь отходов. Для транспортной системы юнибусского не представляет опасности ни гололед, ни снег, так как механическое напряжение между колесом юнибуса и головкой рельса слишком высоко, таким образом рельсы будут самоочищаться. К тому же опоры струнных трасс гораздо выше даже самых снежных мест. Именно поэтому исключена вероятность сесть на брюхо, что бывает с автомобилями и поездами. Испытания, проведенные на опытном участке в городе Озеры Московской области, подтвердили то, что гололед для транспортной системы Юницкого не представляет опасности. Использованный на участке модифицированный грузовой автомобиль ЗИЛ-131, установленный на стальные колеса диаметром 700 мм, уверенно преодолевал подъем в зимнее время при толщине льда на головке рельса 50 мм. Крутизна подъема 1 к 10. Лед намораживался специально, так как он не удерживался на рельсе и сбрасывался с него при первом же подходе переднего колеса. Вокзалы будут иметь кольцевую форму с вращающимся перроном. У пассажиров будет до 2,5 минут времени на посадку. После закрывания салона Юнибус отстыковывается от подвижного перрона и переключением стрелочного перевода выводится на линию. Если по каким-либо причинам салон не был закрыт, либо в Юнибус никто не сел, он возвращается на второй круг. Аналогично, только в обратной последовательности осуществляется высадка пассажиров на станции назначения. В общем виде эта схема напоминает схему получения багажа на кольцевых транспортерах аэропортов. Депо Юнибусов находится в отдельном здании, либо на другом этаже вокзала. В грузовых терминалах будет автоматизированная загрузка и разгрузка грузовых юникаров. При необходимости любая трасса SkyWay может быть спроектирована для обеспечения объема перевозок в 1 миллион человек в сутки или 1 миллион тонн грузов в сутки. Это на одном плече перевозок. Сеть SkyWay будет иметь значительно больший объем. Например, если в Москве построить сеть дорог второго уровня около 1000 километров, что в 3 раза протяженнее московского метро, то его провозная способность будет 30-50 миллионов человек в сутки. Реальный объем высокоскоростных грузов и пассажироперевозок будет значительно ниже. Поэтому трассы будут эксплуатироваться с 10-20% загрузкой, что повысит долговечность, надежность и безопасность эксплуатации SkyWay. При глубине моря до 20-30 метров, например, на его шельфе, трассы, размещенные на опорах, установленных на дне, пройдут над поверхностью воды на высоте 10-20 метров и более. При большей глубине моря рельсострунная путевая структура будет размещена в тоннелях-трубах диаметром 2,5-3 метра, уложенных либо по дну моря при глубинах до 200-300 метров, либо в толще воды на глубине около 50 метров. Стоимость выполнения небольших по диаметру тоннелей, размещенных в толще воды, будет в 7-10 раз дешевле устройства традиционных подземных тоннелей метро. Себестоимость проезда одного пассажира на скоростной пассажирской трассе SkyWay длиной 1000 км при скорости 450 км в час будет не более 18,5 долларов с учетом амортизации. Низкоскоростные пассажирские перевозки до 100 км в час будут в 1,5-2 раза дешевле. Таким образом, у эксплуатанта высокоскоростной трассы SkyWay будет возможность устанавливать самые низкие в транспортной индустрии цены на перевозки без использования государственных дотаций. Усредненная себестоимость высокоскоростной транспортировки тонны груза по равнинной трассе на расстоянии 1000 км будет не выше 22 долларов с учетом амортизации. Низкоскоростные грузовые перевозки до 100 км в час будут в 1,5-3 раза дешевле. Стоимость 1 км трассы SkyWay будет различной. Она зависит от типа трассы, частоты расположения станций, вокзалов, депо, грузовых терминалов и других элементов инфраструктуры. От системы управления, от организации движения, проходит ли трасса по равнине в горах или по шельфу моря, по тундре, в вечной мерзлоте или пустыне, на низких опорах или на высоких, с небольшими пролетами или наоборот большими и т.п. Если грубо усреднить все показатели, 1 км обустроенной высокоскоростной двухпутной трассы SkyWay скорость 450 км в час будет стоить в пределах от 3 до 5 миллионов долларов на равнинной местности, от 7 до 10 миллионов долларов в горах, от 5 до 7 миллионов долларов на морских участках при размещении пути над водой на шельфе, от 10 до 15 миллионов долларов при размещении в трубе, проложенной на плаву в толще воды, по морскому дну или под дном. Окупаемость SkyWay зависит в основном от следующих факторов. Загруженности трассы, нормативной рентабельности эксплуатации, эксплуатационных издержек, стоимости топлива. Высокоскоростные междугородные трассы окупаются от 3 лет и более, при пассажиропотоках 20 тысяч пассажиров в сутки. При пассажиропотоках 100 тысяч пассажиров в сутки трасса окупится за 1-1,5 года. Потенциальная ниша струнного транспорта в мировой экономике в 21 веке превышает 100 триллионов долларов. В каждой из таких стран, как Россия, Китай, Индия, США, потенциальный объем заказов на SkyWay превышает 10 триллионов долларов. Если первые демонстрационные участки сертифицированных трасс SkyWay будут продемонстрированы в 2017 году, то к 2030 году строительство новых автомобильных дорог в мире может прекратиться, а их протяжность начнет интенсивно убывать. Их будут замещать более эффективные трассы SkyWay. Именно поэтому необходимо будет строить примерно по 300-350 тысяч километров в год высокоскоростных дорог второго уровня. Необходимо будет строить новые SkyWay в ранее неосвоенных регионах и на новых направлениях. В среднем по 90-130 тысяч километров в год. SkyWay также создаст новые нетрадиционные рынки с доходной частью порядка 100 миллиардов долларов в год. Например, продажа двух природных возобновляемых ресурсов России. Высококачественная питьевая вода из озера Байкал и Сибирский мороз. Здесь подразумевается широкомасштабная поставка высококачественного пищевого льда в Китай, Индию и другие жаркие страны в качестве источника питьевой воды, не имеющей аналогов в мире. Что же касается холода, его поставки будут осуществляться в таких больших объемах, для получения которых в электростанциях многих стран мира пришлось бы ежегодно дополнительно сжигать несколько сотен миллионов тонн угля, мазута и газа, а после передавать выработанную электрическую энергию за тысячи километров в многочисленные кондиционеры и холодильные камеры. Экономическая эффективность SkyWay в 21 веке превысит 300 триллионов долларов. Она обеспечивается за счет таких преимуществ. Значительное снижение стоимости трасс второго уровня и инфраструктуры. Значительное снижение ресурсоемкости транспортной системы и уменьшение стоимости изымаемой под ее строительство земли. Значительная экономия топлива, энергоресурсов при эксплуатации подвижного состава. Значительное снижение аварийности. Значительное повышение экологичности транспортной услуги. Кроме всего этого, SkyWay принесет колоссальную экологическую пользу для всей планеты. Если говорить о социальных и политических преимуществах, то с внедрением SkyWay появится коммуникативность людей. Мы сможем быстро перемещаться в любую точку планеты. Будет обеспечена возможность использования удаленных рабочих мест без перемены привычного места жительства. Создадутся пешеходные жилые зоны. Построятся линейные города вдоль трасс SkyWay. Станет возможным оказание экстренной медицинской помощи. Можно будет перемещаться на большие расстояния с личным легковым автомобилем по доступной цене. Можно использовать персональный юнибус. Значительно снизится аварийность на других видах транспорта. Повысится защищенность транспортно-энергетической системы и системы связи. Транспорт станет всепогодным, универсальным, доступным, безопасным, комфортным, экономичным и экологичным. SkyWay состоит из трех принципиально различных и самостоятельных объектов, раздельно друг от друга создаваемых и сертифицируемых. Рельсовый автомобиль юнибус, как самоходное транспортное средство, должно быть сертифицировано, как трамвай, поскольку является его разновидностью. Струнный рельс является разновидностью предварительно натяженной стали железобетонной эстакады, монтируемой из сертифицированных материалов и узлов непосредственно на строительной площадке. Инфраструктура, станции, вокзалы, терминалы, сервисные гаражи, парки и т.д. состоит из строительных сооружений и выпускаемых промышленностью сертифицированных оборудования и механизмов. Нестандартизированное же оборудование, стрелочные переводы, автоматическая система управления и другое будут сертифицированы дополнительно. Инфраструктура SkyWay будет проектироваться, строиться и вводиться в эксплуатацию аналогично другим традиционным строительным объектам, зданиям и сооружениям. Продолжение следует...